Задумываясь о явлении субкультуры, явлении рок-н-ролла, явлении рок-музыки, сотни групп в каждом городе, понимаешь, я сам из Череповца, только там, где-то 3-4 реальных живых коллектива, которые, в общем-то, что-то там чем-то дышат, пытаются что-то там писать, понимаешь, как же по всей стране, в каждом городе есть свой коллектив какой-то, потому что они что-то делают, и удивительно, нет плодов, потому что растут деревья, то есть по сути дела, все что-то выращивают, все что-то поливают, и практически нет плодов, то есть явление рок-музыки, понимаешь, явление рок-музыки, гигантское явление, все, все захлестнуло, волна за волной, понимаешь, идет, плодов никаких нет, я их не вижу, вот буквально 3-4 имени, понимаешь, может быть, 5-6 не будем называть, ну, можно называть, кто для меня представляет ценность, ну, прежде всего, Боря Гребенчиков, скажем так, понимаешь, пожалуй, ну, в общем, все те люди, которые перечислил, выбирают на все, вот, потому что эти люди, они, на мой взгляд, исключают явление рок-культуры, понимаешь, они не поддерживают его, просто исключают, они просто его зачеркивают, потому что все остальные, оказывается, занимаются такой самой беднейшей по своему содержанию деятельностью, такой нелепой, по сути, по своей, почему? Потому что люди не задают себе вопрос, зачем, потому что люди задают себе вопрос, как, как угодно, в каких угодно формах, они постоянно уходят из вопроса, зачем, постоянно уходят, потому что стоит только задать себе вопрос, зачем, и все, король оказывается голый, моментально, понимаешь, его даже чаще всего не оказывается, то есть, был ли мальчик, в общем-то, Возникает вопрос у меня, понимаешь? Ну, никого, никого, сотни групп, нечего слушать, нечего, и богу, понимаешь, мы путаемся в рукавах чужую форму, без конца, 10 лет, 20 лет, и боюсь, что и дальше так будет продолжаться, понимаешь? То есть, как или иначе, то содержание, которое, та самая жизнь, о которой мы говорим, которая на улице, из окна вот ее видно, понимаешь, та самая жизнь, она проходит мимо совершенно, мимо, или она принимает такие комические формы, так это дело карикатурным образом просто, в текстах в основном, потому что я подхожу к музыке с точки зрения, безусловно, литературной, с точки зрения текста, с точки зрения идеи, с точки зрения цели, прежде всего, вот, в общем-то, и, вероятно, я постоянно отвечаю себе все-таки на вопрос, зачем, может быть, мои формы и бедные, бедные очень формы, наверняка, потому что я, некогда, очень, честно говоря, задуматься, хотя приходится, я стараюсь это делать, и потом поговорим о том, как, например, я стараюсь это делать, ну, вот зачем, вот, это главный вопрос, а вопрос, как, можно отвечать без конца, как, понимаешь, появляется на западе, скажем, та или иная новая форма диска, понимаешь, можем работать диской, мы так или иначе не вложим в нее свое содержание, оно просто не войдет туда, это чужая, чужая одежда, чужие рукава, речь не идет ни о том, хорошо это или плохо, хорошая форма или плохая, чужая она или не чужая, дымство, она прекрасная форма, любая форма прекрасна, там, где она должна расти, где у нее есть корни, и искусственная пересадка, даже сердце, я бы сказал, понимаете, искусственная пересадка сердца, по сути дела, чужое сердце, это нужно иметь совсем другую кровь, совсем другое строение организма, дышать совсем другим воздухом, это совершенно естественно, а когда мы пытаемся, вот, влезть во все это, в общем-то, попытаться натянуть на себя, это либо лопнет, прежде всего, по разным причинам, просто лопнет, то есть наше содержание, оно не укладывается, мы живем в совсем другой стране, мы живем в гораздо более сложной ситуации, нам труднее, нам труднее постичь эту жизнь, понять, полюбить ее труднее, знаете, потому что мы, как правило, занимаем такую позицию, то есть я говорю о той музыке, которая так или иначе социальная, не о коммерческой музыке, хотя отсутствие, как отсутствие характера, это всегда характер, так же, как отсутствие позиции, это всегда позиция, так или иначе, любая позиция, там, коммерческая музыка, намеренное выколачивание денег из своего инструмента, или, там, чего угодно, в общем-то, так или иначе, при этом, называется, превращение цели в средства, для этого есть очень точное слово, спекуляция, это рок-спекуляция, самое настоящее, тогда человек, не отвечая себе на вопрос, зачем, не задумываясь о том, что, какая, какова цель его работы, зачем он это делает, пытается что-то играть, в общем, для того, чтобы играть, все, это цель замыкается сама на себя, это сама цель, это спекуляция, это средство, которое, то есть музыка, инструмент, мелодия, стихи, все что угодно, там, сценический образ, это средство для того, чтобы добиться той или иной цели, которую ты ставишь для себя в жизни, и, в общем-то, я бы сказал, что нельзя, тем более, петь одно, а жить по-другому, то есть, песню надо жить, песню нельзя петь, песню нужно обязательно прожить, любую, каждую песню, каждую песню надо оправдать жизнь, в общем-то, знаешь, если ты поешь о своем отношении к любви, то ты люби, ты не ври, если ты поешь о своем отношении к обществу, то ты так и живи, знаешь, песню надо обязательно прожить, вот, а все остальное, все остальное, это просто спекуляция, просто спекуляция, Это спекуляция на чужих формах, то есть на формах взятых непосредственно с пластинок, с того, что тебе там нравилось на английском языке, на венгерском, на польском, на немецком, на каком угодно. Это спекуляция такая вторичная, я бы сказал, это спекуляция на тех формах, которые твои, так сказать, старшие товарищи дошли, что-то там доработали, доехали до каких-то вещей, до каких-то оборотов, до какой-то стилистики. И вот ты тоже начинаешь тянуть это дело. Зачем? Если ты... Тут естественные законы, никакой рок-культуры и субкультуры просто не существует. И нельзя оправдываться... Я запрещу еще одну секретую. Нельзя оправдывать слабость мелодии, ну, в общем, будем говорить о текстах сейчас. Нельзя оправдывать слабость текстов, слабость идей, ее отсутствие полнейшее, полный бред. Нельзя оправдывать тем, что это якобы рок-поэзия, рок-культура, и, в общем-то, вы в этом ничего не понимаете, это совершенно новое явление. Вот. Ничего подобного. Если это искусство, если это... Искусство тоже такой термин-то, в общем-то, искусство, искусственный. Если это естество, скажем так, то есть, если это естество, то это должно быть живым. И это должно подчиняться тем же самым законам и судиться самым строгим судом по тем же самым законам, по которым мы судим, в общем-то, и те же Битлз, скажем, ну, и ту же музыку, ту же живопись, все что угодно. Любой честный творческий акт, по сути дела, по тем же самым законам все это должно судиться. И вот если подходить с этими критериями, это, по-моему, единственный верный критерий, вот, с такой, с точки зрения естества, скажем, естества, авторского естества, то по этим критериям не выдерживают никакой критики. Большинство тех групп, которые я, например, вижу в Москве, хожу на концерты, в Ленинграде точно так же, а в других городах тем более, потому что все-таки, увы, увы, у нас провинция, она не понимает, не понимает, она не чувствует на своей души свои особенности, как весь этот русский рок, так называемый, до сих пор не чувствует своей души, своего назначения, своей идеи. Так провинция тем более, она не чувствует своей глубины, своей вот особой такой, вот, скажем, сибирской или там уральской, или какой-то там тульской, может быть, какой-то. То есть свои какой-то вот такой изюминки, вот такой вот, зернышко этого такого, которое нужно раскрывать. Я в Сибири, например, встречаю, безусловно, талантливых людей, исполнителей, там, гитаристов, допустим, там, авторов, которые не понимают сути своего таланта и пытаются его облечь совершенно чужие для них формы. То есть он не играет, они, наоборот, они не то что шлифуют свой, то есть они шлифуют его совершенно не те грани, они вычесывают в нем эти, понимаешь, что идет? Вот. Совершенно они не то делают, они, их слепит, я не понимаю, что их слепит, но вот их слепит успех какой-то, так сказать, то, что их привлекает, там, в западной музыке, понимаешь, конечно, это все, это все соблазн, великий соблазн, конечно. Когда люди так здорово все делают, это все очень интересно, там, Хэви, Хар, там, Нью-Вэй, все что угодно, это все действительно интересно, все готовенько, это все на готовенькое, в общем-то, люди идут, понимаешь? Не понимают, каждый человек индивидуальность, каждый человек удивительная личность сам по себе, если он попытается в этом разобраться и понять свое место, и поставить себя на место, знаешь, вложить свою душу в то, что он делает, а не чужой, не чужой не заниматься этим донорством искусственным, это, по сути дела, пить кровь, я считаю, в общем-то, чужой пить кровь, пытаться ее пустить по своим жилам, ничего из этого хорошего, как правило, не выходит. То есть мы просто видим, 10 лет, 20 лет проходит, да, проходит, люди присасываются, и, в общем-то, плодов-то никаких, деревья эти растут, в общем-то, сохнут на корню без конца, и, в общем-то, те же группы разламываются. Почему они все распадаются? Потому что много хороших музыкантов, мало хороших групп, а мало групп вообще, то есть, собственно, трудно садить, но даже те группы, которые сходятся, они просто обречены по этому, потому что они не делают свое, они не слышат своего голоса, они слышат свою душу, не слышат свою, не видят своего пути, не видят свою звезду, скажем так, свою, пусть она не такая яркая, потому что у нас сложная ситуация в музыке, если бы у нас... Мы были бы, если обеспечены даже студиями какими-то, даже возможностью выпускать пластинки, возможностью своей идеи как-то переводить в какую-то продукцию, то есть, там, на более-менее качественные записи делать, это же тоже, в общем-то, а располагать каким-то аппаратом, то есть, тут, ну, это другой вопрос, там, деньги... Ну, это все туда же, это связанные вещи. Да, ну, то есть, это такая сложность, которую просто, мне кажется, наверное, до сих пор никому не удалось преодолеть, вот это противоречие, которое, казалось бы, должна сама жизнь естественным путем дать прямо тебе в руки уже в разрешенном виде, то есть, либо тебе тратить всю свою энергию на то, чтобы что-то там купить, в общем, чем-то там таким зарядиться, чтобы, знаешь, либо тебе все-таки на какой-то там 100-рублевом Урале, значит, там что-то делать, или на акустической гитаре, что тут такая проблема, и получается либо одно, либо другое, а вот совместить как-то до сих пор никому не удается, потому что мы в таких условиях, мы постоянно лежачие боксеры, то есть, как только ты попытаешься пристать тебе опять в нокдаун, но это не нокаут, потому что раз кто-то пытается вставать, значит, видимо, до нокаута далеко, и, наверное, нокаута не получится никогда, то есть, даже я не верю в это, что с рок-музыка произойдет то же самое, что с джазом, то есть, когда из джаза все социальная суть каким-то образом выхолотилась, патрон стал холостым, пожалуйста, можно стрелять куда угодно, то есть, пуля все равно никуда не попадет, потому что, знаешь, да, вот, а рок-музыка, она все-таки в ней еще достаточно много пороха, и я бы даже сказал еще сырого пороха, который просто нужно сушить, нужно сушить этот порох, вот, а сушить его чем нужно? Своими словами, сухими дровами, там, чем угодно, то есть, понять, как его сушить, а без него пуля, опять же, не полетит. Ну, смотри, такая ситуация, ты говоришь сушить, то есть, ты призываешь такой вернуться к изначальному, да, к чему-то? Я призываю не вернуться к изначальному, потому что любой возврат, я призываю вернуться, да, но по спирали, естественно, понимаешь, о чем речь? У нас очень сходный процесс происходит сейчас, как в музыке западно-германской, скажем, или любой другой страны, которая не говорит на английском языке, потому что рок-музыка так или иначе родилась на английском языке, и другие какие-то молодые люди той или иной страны, там, допустим, поляки, венгрии, западные немцы, я просто изучал эту тему в свое время, они точно так же реагировали на нее, как мы, то есть, в свое время, но при условии того, что у них, им было это легче делать, у них среда, совершенно, так сказать, располагала к этому, естественно, и все, что, то есть, они не встречали трудностей, барьеров, барьеры только творческие, то есть, только чисто с творческими проблемами они сталкивались, а у нас же, прежде чем добраться до творческих проблем, нужно, ой-ой-ой, какую трясину-то, это самое, продираться, вот, да, может быть, это и не нужно, раз, собственно, тут надо идти по пути, надо выбрать что-то одно все-таки, где сопротивляться, то есть, не нужно тратить свои силы, мне кажется, на то, чего мы никогда, вероятно, не достигнем, то есть, мы никогда не достигнем хорошего звука, я имею в виду те группы, о которых мы говорим, то есть, не группы, которые выступают на эстраде, там, на хорошем аппарате, а просто я говорю о тех группах, которые собираются для того, чтобы осуществить какую-то идею, может быть, записать это достаточно качественно магнитную пленку, ну, все, это, наверное, предел, но я хочу сказать, что, наверное, нам не стоит стремиться тратить свои силы, энергию, время, самое главное, драгоценное, в общем-то, драгоценное время, годы, вот эти самые, это очень продуктивные годы, когда все, в общем-то, складывается, когда столько энергии, это хочется работать, жить, любить, вот, нам не нужно, наверное, тратить на то, чтобы добиваться хорошего звучания на концертах, там, иметь какую-то хорошую гитару, а не плохую, зачем, почему у нас есть прекрасные инструменты, те же, скажем, акустические, собственно, суть рокови совсем не в формах, а в его содержании, опять же, и надо просто возвратиться к содержанию, к своему содержанию, понять свое содержание, то есть, у нас есть гитара, у нас есть гармошки, балалаки, все, что угодно, это же, собственно, какая разница, то есть, тот рок, он тоже не сразу, он тоже родился не с усилителем Fender, понимаешь, в рюкзаке, он родился точно так же, собственно, то есть, заново родиться? Ну да, нам, естественно, нужно, мы, собственно, даже еще не родились, то, что мы делаем, это еще не рождение, я бы сказал, это еще какие-то, это эскизы, это попытки, это вот макеты какие-то, знаешь, такие вот, какие-то вот эмбрионы, которые так и не становятся же, в общем-то, полноценными, вот какими-то этим самыми людьми, скажем. Саша, ну смотри, как бы на пути, вот, приближения к тому творчеству, ты говоришь, что до творчества еще не дошли, это верно, но, как бы, ведь тут явно сразу возникает социальный фактор, значит, он нам мешает очень сильно. Да, 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 очень мешает, безусловно, очень мешает, то есть, со всех сторон рогатки, со всех сторон шлагбаумов, все закрыто, запреты кругов, правда, чувство, это какое-то, в общем-то, какой-то теплый ветерок, в общем, иногда как-то радует, но это, да, скорее всего, да. Ну вот я, допустим, хочу, для меня, например, политика одного пряника и пяти палок, да, я сказал. Для вот этого социального фактора как-то для меня он так развивается, он движется именно в социальном ключе к вторичности, понимаешь, нас все время, почему ты говоришь, что там нету, нету, только где-то в столице можно это найти, а там и подавно нету. То есть, этот социальный фактор, он их все время к вторичности, к вторичности, к западу, ведь это же как бы, почему они играют в запад, это же еще и социальная среда. А вот, по-моему, как раз наоборот, этот фактор, потому что этот фактор запретов, этот фактор рогаток, эти все трудности, как раз наоборот, должны натолкнуть эту мысль, что не стоит, если мы не можем делать так, как на западе, хотя бы по формам, то и не стоит этого делать, надо найти совершенно свои формы, то есть содержание найти свое, а свое содержание вложить в совершенно новые иные формы, скажем, какой-то вот, я не говорю о народной там мелодике, можем поговорить об этом потом, ну хотя бы, по крайней мере, инструментовка какая-то, гармонь там, балалайка, это все очень здорово, если это по-настоящему, в кайф это все сыграть, я не говорю о том, что делают там песниры, это все мертвичина, это ясно, это все ясно, и никому это не нужно, нам это не нужно, я не знаю, может быть, кому-то и нужно, не будем судить, не будем отметать, надо быть плюральными, чтобы, так сказать, плюрально относились к нам, мы тоже должны относиться плюрально к друг другу, естественно, и, так сказать, к тем, кто нам мешает, но тем не менее, каждый должен все равно для себя делать выбор, при всей своей, так сказать, объективности, все равно каждый должен для себя сделать твердый выбор, понять свою цель, то есть очень просто, понять свою цель, содержание, то, что ты хочешь сделать, то, что ты хочешь сказать, если не можешь ничего сказать, молчи, лучше ничего не делай, Когда не можешь не писать, не пиши, не представляешь, ты пытайся там что-то, можешь делать, но надо какое-то чувство ответственности все-таки за свое дело иметь, я считаю, как-то другой вопрос, что всем хочется, годы уходят, это понятно, вот, и просто найти свои формы, то есть как это в Западной Германии, я возвращусь, произошло, то есть они сначала стали подражать, то есть они сначала просто играли на английском языке те же вещи, которые исполняли, там, играли Битл, Фроллинг Стоунс и вся плеяда, скажем, там, Кринус, вот, Потом они перешли к технологии наивного перевоза, что называется, то есть чем и у нас, в общем-то, занимались, и это было очень прогрессивно, до поры, то есть прогрессивно это был шаг, технология наивного перевоза, то есть по сути дела пели о том же, о чем пели там, за кордоном, только по-русски, переводили это как-то там, пытались там чуть-чуть это перевести, что ли, ближе, то есть находить свои эквиваленты, то есть социальные, может быть, не именно, конечно, о том, то есть понятно, что если там парит о жизни, там, в Чикаго, то мы о жизни в Чикаго петь не будем, мы будем петь о жизни в Москве, но это все равно не то, это не жизнь Москве, не жизнь Москвы, это не жизнь наших улиц, не жизнь наших площадей, тем более не жизнь, то есть третьей столицей, как я бы назвал, то есть как Ленинград, Москва и существует третья столица, это вся Россия, вот, то есть это и самая великая столица все-таки, это не жизнь третьей столицы, а это все, в общем, жизнь очень придуманная, то есть, в общем-то, жизнь, ну это все, видимо, естественная, это все болезни роста, и надо их принимать такими, какими они есть, и не возвращаться к ним, не пытаться их менять, или там ругать, а просто посмотреть, что же впереди, в общем, скажем так, я полагаю, что впереди мы сможем найти свои формы, мы сможем, главное, понять свое содержание, то есть у нас богатая литература, у нас богата поэзия, и очень сильные умы пытались осмыслить то, что происходило, происходит, и будет происходить, делать какие-то прогнозы, социальные какие-то, вот, прогнозы в том, как будет, куда направлен духовный вектор, там, нации, русский, союзный, то есть, в общем-то, вот, все вот эти формации, в которой мы живем, вот, и я полагаю, что мы найдем эти формы, то есть, я полагаю, что нужно на корнях, на корнях, нужно корни, так сказать, немножечко очистить, и из корня, в общем, исходить, то есть, частушки, например, это же тот же рок-н-ролл, тот же блюз, на самом деле, частушки, вот, а в эти формы, просто новое содержание, свежее содержание, совсем не то, мертвое, я не хочу петь в опале береза стояла, и каким-то образом интерпретировать эту песню. Совсем нет. Саша, скажи, ты, когда ты говорил обо всех, понимаешь, ты одновременно говорил о себе? Конечно. И для тебя ведь уже начинает, ведь ты же не можешь существовать на энергии отказа, просто отказа от того, что остальные не нашли, правильно? Значит, ты уже что-то нащупываешь. Ну, может быть, это смело сказано, но мне кажется, что я пытаюсь это делать. Ну, вот, скажи, скажи, скажи. Ну, как, очень трудно о себе говорить. Говоря о себе. Я хочу найти ту форму, связать, понимаешь, новое содержание, то есть, вот, ветер времени какой-то, ветер может быть сегодняшнего, завтрашнего дня и вчерашнего, то есть, собственно, это один ветер. Вот. И одно поле. И вот на этом поле я хотел бы просто найти свою борозду, скажем так, бросить туда зерно своего представления о тех или иных вещах, которые происходят вокруг меня. И чтобы это зерно дало свой росток, то есть, вот, в некой форме, которая будет, конечно, конечно, она не будет принципиально новой, просто принципиально новой формы просто невозможно придумать. Это будет развитие прежних форм, обогащенная, скажем так, то есть, можем сказать, что это будет такое Мичуринское посадство, в общем-то, где-то, потому что, на самом деле, частушка рок-н-ролла, я просто слышу, насколько они близки, насколько они близки. То есть, когда я слушаю Боба Дилана, и я прекрасно понимаю, я слышу в нем русскую народную песню, и не только русскую народную песню, я просто слышу в нем вот этот корень, я вижу в нем корень, что это от корня идет. Вот, и я понимаю, что, почему негритянская музыка нам так близка, мы же, в общем, никогда не жили в Африке, но, тем не менее, мы чувствуем, что это естество, что это не искусство, что это не придумано. Самое главное, что человек не задумался над вопросом, как бы мне вот так это самое, чем-то кого-то удивить, что это у него, это душа поет, понимаешь, главное, чтобы пела душа, а там будет видно, какая твоя душа, ты не думай о том, как это петь, заставь петь свою душу, и все. Как бы она ни спела, в общем-то, это окажется верно, если она будет брать чистые ноты, если ты ей не будешь мешать. Вот, пожалуй, так. Как бы она ни спела, и, в общем-то, я не придумываю форм, понимаешь, то есть тут поиск-то такой, нерациональный на самом деле должен происходить. А рациональный поиск, он обязательно приведет в тупик опять, он обязательно приведет к тому, к тем формам, которые уже существуют, и ты будешь опять пытаться вложить свое содержание в какие-то вот такие формы. Вот. Слушай, А у тебя есть чувство, долго тебе, ну, у тебя есть чувство такого отпущенного времени? Отпущенного мне времени? И тебе, допустим. Я бы сказал так, я бы сказал, чтобы ту же вязать вот эту нить времени, которая связывает нас, каждого из нас со всеми, то есть, и со своим временем, то есть, та ничка, если ты ее потеряешь, то все. А, собственно, любая, любой нечестный поступок, то есть, любая спекуляция, ну, вот это, на музыке, то есть, я не говорю о том, чтобы сделать деньги, тут масса поводов для спекуляции, которые занимаются, на мой взгляд, большинство тех, кто принимает участие в рок-музыке, тех, кто выходит на сцены, там, подвалов, школ, чего угодно. Я считаю, что это откровенность, откровеннейшая спекуляция. Ну, а в чем содержание этой спекуляции? Содержание этой спекуляции в том, что люди не понимают, не отвечают себе на вопрос, зачем, они от него убегают, они просто бегут от этого вопроса, просто бегут. Потому что стоит поставить вопрос, зачем, и все, оказывается, что действительно незачем, просто незачем, просто пора идти домой, пора идти домой, задуматься, пойти к станку, в общем, там. А это зачем? Это зачем? Связано тебя с чем? С таким каким-то... Связано с совершенно конкретным понятием. Выговорить эту жизнь? Нет, 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 ну, как выговорить эту жизнь? Жизнь так прекрасна, что ее выговорить, и так, жизнь так велика, что мы ее никогда не выговорили. Разве искусство не бесцельно? Я... Нет, конечно. Нет, конечно. Искусство связано с любовью, то есть ты должен делать то, что ты любишь. Я имею в виду не формы, не в тех формах, которые ты любишь, должен быть не формы, то есть ты должен любить то, что ты любишь в этой жизни, и об этом петь. Если ты любишь что-то, женщину, родину, поле, траву, небо, все что угодно, ты должен об этом петь. Понимаешь? И честно получится только тогда, когда ты поешь о том, что ты любишь. То есть ты не можешь врать в любви. Любовь и ложь – это несовместные вещи совершенно. Если я люблю какие-то вещи, я стараюсь находить те слова, которыми мне не стыдно говорить от своей любви. Понимаешь? А рог разве на любви? То есть там, где любовь, там же и ненависть. Понимаешь? Да. Ненависть – это оскорбленная любовь. То есть любое чувство, оно замешано на любви. Тот же, любое чувство, страх, там, я, ну, любое чувство, просто любое чувство, оно так или иначе представляет из себя ту или иную, в общем-то, да, скажем так, да. То есть ненависть – это простейшая, это самое, шиворот на выворот любви. То есть это просто оскорбленная любовь всегда, так или иначе. И нужно петь о любви, о любви, именно о любви, о любви к жизни, о любви или о нелюбви, но факт, что это, то, что ты не любишь, это все равно, это то, что ты готов бы полюбить, да вот, к сожалению, пока не можешь. Тебе что-то не позволяет, тебе совесть не позволяет любить те или иные вещи, пока они находятся в том виде, в котором, в каком они находятся. Это вот как мы таким азоповым языком заговорили. То есть, в общем-то, не мутить воду в себе, скажем так. Найти в себе, понимаешь, ты можешь ненавидеть, ты можешь не писать никогда жестоких песен, вот что я скажу. То есть, любовь, она вещь не жестокая. То есть, любовь, она может быть сколь угодно грубой, сколь угодно ненавистью, жесточайшей может быть ненавистью, но это не будет жестокой. Жестокость только тогда, когда нет выхода. То есть, ты сколько угодно можешь человека, скажем, ткнуть лицом в ту грязь, в которой он находится, чтобы вымазать его всего в том дерьме, в котором он сидит, но ты должен потом вывернуть его голову вверх и показать выход, дать ему тот или иной. Это зависит от тебя, конечно, и от того, насколько он тебя поймет, опять же. Тут, опять же, великий соблазн увлечься собственными изысками какими-то. И, в общем, это, опять же, впустую. То есть, даже тут великий соблазн, я скажу так. То есть, любой честный творческий акт, он все равно должен быть понятен, так или иначе. Если ты хочешь, если ты занимаешься творчеством, ты должен понять, зачем. У тебя есть цель. Для того, чтобы добиться цели, то есть, цель, по сути дела, повлиять, так или иначе, на что-то повлиять. И для того, чтобы повлиять, ты должен говорить так, чтобы тебя поняли. В противном случае тебя не поймут. В этом ты, наверное, не как что-то теряешь. Но ты обязан говорить так, чтобы тебя поняли те, на кого ты собираешься повлиять. И тут надо как-то вот сочетать сложность твоего содержания. То есть, ну как, действительно, чтобы плавам было тесно, так сказать, а мыслям просторно. Ну, тут уж такие хрестоматия. Но ты обязан делать так, чтобы тебя поняли, чтобы поняли твою любовь. Ты должен заразить своей любовью людей. Ты должен дать понять людям, плохим людям, что они тоже хорошие. Только они еще не знают о том, что они хорошие. Понимаешь? Ты должен дать понять людям, если ты любишь эту жизнь. Если ты любишь. Я говорю о себе. Потому что я очень люблю жизнь. Я люблю ту страну, в которой я живу. И я не мыслю себе жизни без нее и без тех людей, с которыми... Мне приходится каждый день. Без тех тысяч людей, которых я просто вижу. То есть, я просто всех люблю, на самом деле. И даже тех, кого я ненавижу. Я их все равно люблю. Я просто знаю, что они еще не настолько хорошие, чтобы понять это. Но они не только хорошие, потому что они еще не поняли. Едва ли я смогу изменить их своими песнями. Я отдаю себе отчет. Но ничего не проходит бесследно, так или иначе. Понимаешь? То есть, пусть это будет капля в море, но это будет моя капля именно в море. То есть, я ее не выпью сам. Я ее... Не знаешь, о чем речь. То есть, если я брошу свое зерно, и оно даст какие-то всходы, и будет там уже не одно зерно, а, допустим, там, сколько там в колосе зерен, 10 зерен, может быть, 30 зерен, то, в общем-то, я считаю, что я прожил не зря. И каждый. То есть, это цель. У меня есть цель. Я пытаюсь, слушая свою душу, скажем, не глушить свою душу, и пытаться петь так, как поется, то есть, не придумывать ничего. Понимаешь? Это моя беда, если есть цель, я понимаю, что, но не поется. Так бывает, потому что не всегда хватает таланта, там, сочинять музыку, сочинять стихи и заниматься творчеством. Но это невероятно вредный предрассудок, связывать любовь и талант со сферой искусства, скажем, со сферой творческой. Это все, что не делается с любовью, все нужно жизни, все. То есть, ты, значит, просто не на своем месте, значит, ты просто, у тебя душа не на месте, то есть, ты просто ошибаешься. Тебе кажется, что ты должен делать музыку, там, или снимать кино, или делать спектакли, а у тебя, если это не получается, хорошо, если это получается, то не тебе судить. Если жизнь у тебя своим судом, так или иначе, даст тебе понять, что ты, правильно ли ты это делаешь, или нет. Но если это не получается, то нечего совершенно плакать, просто надо понять, что это не твое место, и найти свое место. Может быть, у станка, может быть, в поле, ну, в общем, такими, не знаю, может быть, где-то. Но там, где не хватает честных людей, а честных людей сейчас везде не хватает. В общем-то, ну, так получилось, то есть, это пройдет, это тоже болезнь роста. Но надо любить, то есть, если ты чувствуешь в себе любовь, ты люби и рассказывай о ней, скажем так. Если ты что-то ненавидишь, то есть, как мы поняли, это тоже любовь, то ты тоже самое рассказывай об этом. Но честно, слушай себя, не пытайся ты придумать какие-то немыслимые образы, какие-то совершенно целлофановую культуру создавать. Потому что жизнь есть жизнь, и она не простит тех, кто думает о ней плохо. Только тех она не простит. И только тех, кто пытается ее подменять какими-то другими представлениями о ней. Жизнь свою возьмет, жизнь – это жизнь. Вот, и поэтому я не вижу, я просто не нужны те песни, которые я слышу чаще всего. Просто не нужны, потому что я знаю, что жизнь, что то, что я люблю, это совсем другое. То есть, я не вижу любви в этих песнях, ни к чему, по сути дела. Это пустые песни, это даром убитое время, это даром, в общем-то, прожженные жизни. Это все, это холостые заряды, это надо коптить небо. То есть, что-то сжечь, действительно, сжечь себя, может быть, сжечь свои запасы, свои энергии, свои дрова. Сжечь и впустую, ничего из этого не выходит. То есть, никого ты этим не накормишь, то есть, ничего у тебя на плите не стояло. Ты просто прокоптился весь. И, в общем, коптить небо, да. А небо не надо коптить, его цвет пока нас устраивает. А из тех песен, которые ты, ты хоть у кого-то, ты говоришь, там, боб или еще кто-то, ты хоть где-то находишь, что-то? Да, конечно, конечно, я очень люблю Бориса Гребенчакова, хотя мы с ним совершенно разные люди, то есть, и ты слышишь, что он поет на любви? Он поет о любви, безусловно, он поет о своей любви. А я уважаю любую любовь, понимаешь? Любую любовь. А у Макаревича? И у Макаревича тоже о любви. И у негров с Ямайки о любви, понимаешь? Вот у всех, у тех, кого о любви, понимаешь? И когда я вижу, что я рабочий, кажется, человек, там, инженер, приходит на работу, и прямо он там 8 часов, понимаешь, он счастлив тем, что он занимается любимым делом. Я его очень уважаю, понимаешь? Это хороший, честный человек, понимаешь? А раз он в работе, то есть, раз он в труде честный, то он не может наверняка не быть честным во всем остальном. В принципе, имеется в виду, конечно. То есть, его жизнь иногда вынуждает на какие-то там компромиссные, на какие-то там ходы, которые, в общем-то, он вынужден, наверное, делать. Хотя, тоже, конечно, не стоит. Но, в принципе, в корне человек честный. То есть, вот, если говорить о музыке, то, да. А глум, может быть, либо глум? Ну, вот New Wave во многом основан на некотором таком глумлении. Нет, можно глумлении? Я считаю, что если что-то осуществить, это, в первую очередь, от себя, понимаешь? В первую очередь, в корнях вот частушка, это же подчас или там иглум есть, из кого такое ерничество, комарорство, она же тоже. Вот, какие же у нас корни, в этих корнях не только любовь, не только ненависть, или только любовь? Нет, нет, это просто мы каким-то образом поляризовали, то есть, мы вот так вот выделили в чистом, в каком-то кристальном виде, а в абсолюте, которого не существует, естественно. То есть, не существует чистой любви воплоти, скажем так, не существует, это, кстати, что-то примешивается. Мы же, то есть, тут как, невозможно играть на одной ноте, скажем так, понимаешь? То есть, есть некая доминанта, и вокруг нее там масса еще того, что составляет, что представляет из себя музыка, то есть, как любовь, понимаешь? Вот, скажем, тональность, если задать, так как тональность любовь, то есть, в общем-то. То есть, вот взять некую ноту любовь, которая будет единственной верной, определяющей нотой, то все, что вокруг нее, все это и будет жизнь, понимаешь? Как вокруг той самой ноты будет музыка, но на одной ноте ничего не сыграть, точно так же, как на одной любовью, в общем-то, совершенно невозможно жить. Это определяющая сила, это сама великая сила, то есть, но это обязательно, вот, тем-то и мы отличаемся друг от друга, что любовь в каждом из нас есть, в общем-то, к одной и той же жизни, потому что жизнь вокруг нас одна и та же. Но все, что плюс к любви, все, что, чем, какой замес в тебе, кроме любви, что в тебе еще есть, естественно. И поэтому мы тут можем долго рассуждать о том, глум, там, любовь или не любовь, конечно, это уже замес, это уже, какое в тебе тесто, понимаешь? То есть, тесто же бывает совершенно разное. Понимаешь, для того, чтобы испечь пирожок или блины, допустим, или хлеб белый, черный, понимаешь, это же все нужно жизни. И поэтому, понимаешь, ну все равно зерно в основе, понимаешь, вот, скажем, любовь как зерно, а все остальное все зависит от того, какую ты задачу перед тобой ставишь. Именно ты, надо понять, какая задача перед тобой стоит, какая тебя дорога ведет, то есть, куда тебя ведет дорога, она же тебя именно ведет, только надо понять, что не ты идешь по дороге, в общем-то, хотя ведь это одновременно и так, что. Ну и дорога тебя ведет тоже, не только ты, точнее, идешь по этой дороге сам, и ищешь ходы там, понимаешь? Ну и дорога тебя ведет за душу, понимаешь? Как тебя мама за руку ведет, так дорога тебя ведет за душу, она тебя взяла и ведет. И ты иди, ну ты иди, шагай вперед. Ты живешь так и хочешь жить сейчас? Или у тебя есть такая, и вот в смысле, ты вот сейчас, ты как затеял свою жизнь? Да, ты знаешь, я дышу и душу не душу, скажем так, понимаешь, то есть я стараюсь не врать, скажем так, ни в песнях, ни в жизни, потому что стараюсь не предать любовь, потому что, ну как стараюсь не предать любовь, я ее просто не предам. То есть это, самая страшная потеря, это потеря любви. Потеря любви к миру, к себе, к людям, к жизни, понимаешь? И вот я как раз наоборот, я только это, в общем, только обретаю, знаешь, я жил всю свою жизнь, пожалуй, больным человеком, человеком темным, слепым, глухим, я очень многого не понимал. И вот я понимаю просто тех людей, которые занимаются музыкой, они не виноваты, в общем-то, просто они себя не нашли, да, прежде чем брать в руки там перо, понимаешь, кинокамеру, там, гитару, все что угодно, ты сначала попытайся найти себя, кто этим делом будет заниматься, имеет ли он право, вот спроси себя, имеешь ли ты право этим заниматься? Ну это по большому счету, конечно, ну а как же иначе, а по какому счету учиться здесь? Не бывает третьей свежести, бывает только первая, она и последняя, понимаешь? Да, что тоже там, бывает только первый счет, он же и последний. А ты как бы говоришь, такой есть моральный критерий, да? Имеешь ли ты право? А вот встречались те люди, которые такие вот гении-разрушители, которые как бы на вопрос, имеешь ли ты право, могут ответить? Нет, не имею, но не могу. И, допустим, он разрушает гениально. И может быть в этом разрушении он открывает какую-то жизнь. Нет, любое разрушение, любое разрушение, естественно, то есть как, естественно, истина рождается как еретика, умирает как предрассудок, и этот предрассудок нужно разрушать. И поэтому весь вопрос в том, что он разрушает, я убежден, что этот человек, если он считает, что он имеет право на это дело, или даже не имеет права, если он что-то разрушает, он наверняка разрушает предрассудок, потому что ни один нормальный человек не станет разрушать ту или иную истину понимаешь то есть не станет топтать ростов он будет сухие деревья конечно действительно отрубать чтобы давать дорогу каким-то новым поможет умер же себя как предрассуды понимаешь конце жизни каждый уничтожает себя как предрассуды нет вот сейчас в искусстве отдав это уничтожение я не знаю понимаю чему не точно не клевка для другой вопрос он как-то мне кажется сейчас мы уйдем в другую сферу на нем саж замечательно скажи мне а ты сам будешь гитарой да тут мерах я хочу спросить а как текаться вот сейчас знаешь так вот сейчас 86 году я понял группы вообще как-то вот такой знаешь такая первая линия боя там именно если он такой придет бой это все-таки ты рассказываешь будет ну да все таки снимаешь вот если найдет он указать вот сейчас что-то как-то россия там я не знаю союз страна заделалась в определенном как-то выдвинулась на это на дивизии там действительно то эти в него и фейте так 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 вот как-то ты можете надо этим так пролететь я и потом про себя сказать вот что а что да да нет я хочу сказать да если вот пользоваться этой этим сравнением с боем понимать действительно каждый в общем то любой конечно каждый находится на линии фронта буквально действительно передовой скажем тот кто взял свои гитары конечно каждый музыкант находит так или иначе на передовой но весь вопрос в том что не быть слепым этим самым понимаешь приказ от не от кого ждать понимаешь о чем речь ты можешь сидеть в этом окопе и все уйдут вперед а ты все будешь дать приказа каждый должен сам себе скомандовать вперед в атаку понимаешь а для того чтобы атаковать надо знать куда бежать понимаешь надо знать цель понимаешь так надо опять же видеть цель который ты должен поразить видеть ее что на реальную цель вот а конечно у всех свои функции на всех свои задачи как допустим саперы понимаешь панк-рока понимаешь я считаю саперами что же прекрасно есть гусары например типа центр это гусары есть пехота скажем так и истребители померзли за бордирую ну и стоит конечно и естественно на том не так не должно поэтому я не наставили на том чтобы допустим все занимаетесь тем чем занимаюсь я или кучим буря гребенчиков вот это единственно верное направление работать им конечно мы таким образом просто оголим остальные участки фронта все правильно речь идет о том чтобы как-то вот держаться этой линии фронта видеть цель перед тобой не сидеть в окопе то есть а вот о своей цели ты хоть бы из гитары или груб понимаешь у нас как-то так как-то мы легко вообще судим каждого люди потому так все легко и происходит поэтому все обречено на провал понимаешь то есть когда люди говорят себе давай создадим группу давай не понимаю зачем зачем ну зачем но это нам будет интересно давать этого мало для того чтобы делать что-то делать в этой жизни понимаешь этого мало просто интересно самим себе конечно может быть и так и пожал никто не против снимайте вместо того чтобы вот купить это очень хорошо но если вы действительно собирать из-за нас искусства называетесь и точнее даже естеством чтобы я назвал называете себя назвался груздем так вот и полетай в кузов скажем так если полез в этот кузов то ты должен понимать зачем ты долезешь а у нас же так давай создадим группа нужна ли эта группа вообще может быть тебе лучше одному работать понимаешь тут же так я же не могу решить вот сейчас нужно мне создать группу понимаешь из кого у меня нет таких людей просто рядом со мной я же не могу это же неформально это мы не туристическую поездку собираем понимать где в общем то все равно это там не все равно в кем ты видишь то рядом там никогда не все равно кто рядом с тобой даже в дом заселяет это собственно не все равно кто будет за стенкой жить вот а тут тем более то есть у меня просто я лично вам у меня нет таких людей понимаешь они ко мне как-то не пришли то есть я не буду их каким-то образом кого-то формальным образом сплаял пытаться сплотить в руку из этого наверняка ничего не получится я просто дождусь если появятся те люди понимаешь которая придет ко мне и сыграют так как мне сыграют по-своему совершенно все но меня просто я скажу это очень хорошо я ничего не понимали того что ты сыграл понимаешь я не музыкант я на самом деле музыкант я в общем-то пишу стихи и пытаюсь это дело петь но я не музыкант я скорее действительно человек который просто поет то что считает важным необходимым то что я считаю что я должен спеть я на самом деле не так давно работаю в общем всего год и не так пока рано может быть о чем-то говорить вот тем не менее знаешь если придет человек и сыграет так себя почувствую что он меня понял понимаешь просто душой что у него душа работа в унисон с моей понимаешь ведь мало настроить гитары понимаешь чтобы они строили важно душу настроить а если мы настроим по одному камертону гитары там клавиши какие-то понимаешь это еще ничего не значит ровным счетом ничего даже если будет один лидер это конечно я лидер должен быть вероятно один как генератор всех идей человек который отвечает за свои слова которые вероятно их и поют но тем не менее те люди должны играть почему такие группы прекрасную западе потому что они там друг друга как дорт например у них просто они все единый организм а мы же не можем так самое то есть невозможно составить человека так что перешить ему одну ногу 1 от одного человека другого руку от другого и не получится организм то тут как-то должно само это произойти если так получится я буду очень рад конечно это будет богаче и краски будут и у меня вот друзья если они будут любить то же самое мы будем сильнее просто-напросто а если нет то общем то я не рвучь к этому то есть я не считаю что так обязательно я могу петь с гитарой в общем я считаю что мои слова доходят таким образом я просто сейчас подумал хоть мы договорились что не будешь ты я подумал что может быть одну песню какую-то захочешь сейчас ты можешь ну давай тогда вот это может быть потом гитару понапринутим потом дать печатно почему мы все не живут на время да 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 лёшка скажи андрюши чтобы он сейчас отключил на секунду саша настроить давай мы о чем еще не поговорили то есть я очень путана говорила мне нормально не строй тут можно даже договорить подольше еще трижды тебя жалко и всех я чувствую что ограничение время но это так и я поэтому и говорю что мы можем быть саша вот она причем да 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 то есть на вопрос скажем такой а ты настраивай продолжать не страшно вообще это все давай давай а вот на такой вопрос что в каком мире ты живешь если я тебя попросил рассказать можете ответить что в каком вот как бы взять так и выговорить мир в котором существует может каждый из нас существует своем да это видишь я тебе еще расскажу что я я поймешь начал ответ на этот вопрос скажем год назад то есть каждый из нас должен отвечать на запросу своей жизни вероятно для чего ты собственно и начал заниматься для чего ты позволил своей душе говорить с людьми понимаешь то есть не просто на языке встреч там понимаешь давай еще попробовать то есть я еще раз повторяю на этот вопрос нужно отвечать всю жизнь и человек берущий в руки ту же гитару занимающийся той же музыкой отвечает на этот вопрос он просто начал ответ он начал ответ он начал беседу с теми кто рядом с ним понимаешь то есть он решил что его душа вправе говорить голос праве вправе говорить вот собственно зачем зачем чтобы ответить на этот вопрос зачем зачем человек занимается вот зачем человек позволяет свой душе говорить с другими считает ее вправе говорить дает ей гола скажем так свой вот и поэтому я буду отвечать на него всю жизнь не в каждой песне я пытаюсь ответить и каждым своим поступком я пытаюсь ответить каждой встречи просто с утра до вечера каждый день и это постоянно эта работа души наш ответ на этот вопрос как в каком мире ты живешь и каким ты его хочешь видеть ну и давай я отвечу так например хотя ты конечно не исчерпывающий ответ может быть не точный я скажу так что я живу в мире в котором нет волшебной палочки на 1 на всех она у каждого своя и если бы все это поняли сегодня мы бы смогли его изменить мир бы стал для каждого таким прекрасным как какой он и есть на самом деле просто многие очень не видят многие не понимают что волшебная палочка в руках каждого только когда мы все вместе поймем это тогда она и появится в этом мире и это очень точка зрения пахнет утопии в общем-то это утопия казалось но за это и это за этим будущее будущее именно так такового а вот скажи ну как в этой песне ты мог бы уйти у тебя ведь такая бродячая да я у жизни в гостях вообще и сейчас и завтра и да да а ты бы хотел получить вдруг такую дачу с аппаратурой и чем-то сидеть на этой даче и писаться какой ценой а кто не против никто не говорит о том что нужно отказаться от еды и от одежды скажем так надеть на себя береги и ходить по мукам ничего подобного но какой ценой вопрос конечно я был бы рад если бы не пришлось задуматься о том где я завтра запишу свою песню понимаешь и что это будет качественно я был бы рад если это было бы так но раз то не так пусть я принимаю все такие я люблю все как есть мир прекрасен мир прекрасен просто многие этого не понимают жизнь прекрасно а ты настроен да Да. А что-то? Я не знаю, что такое. Давай, спокойно. Медленно и тихо. Нет, какой угодно. Вот, нет. Я не знаю, ты смотришь. Ты, наверное, просто сейчас не сможешь, он не разогрет на Ивана. На Ивана, да. А вдруг разогреешь? Давай, спокойно медленно и тихо тихо. Надо только сам длиннее. Ничего? Пожалуйста. Сядем рядом, сядем ближе, да прижмёмся белыми заплатами К дырявому мешку строгим ладом. Тише, тише, мы переберём все струны, да по зёрнышку. Перегудом, перебором, да я за разговорами не разберусь. Где русь, где грусть, где грусть у нас забудут. Да не скоро, а когда забудут, я опять вернусь. Я напомню, как всё было встроено, да всё опять перекрою. Я напомню, только верь мне, только пой мне, только пой мне, милая. Я подпою нить, как волос, жить, как колос. Размолотит коло в дух и прах. Один цепной удар, да я всё знаю. Дай мне голос, и я любой удар приму, как твой великой дар. Тот, кто рубит сам дорогу, не кузнец, не плотник ты, Да всё одно поэт, тот, кто любит. Да не к сроку тот, кто исповедует, да сам того не ведает. А я в ударе. В жмут ладони, всё хлопочут, бедные так дешевые, Держа зерно в горстях на гитаре. На гармонии, на полене сучьем, на своих костях злом, Да ладкою, да грехами растяни меня ты, растяни, как бульные меха. Эх, пропадаю с потрохами, а куда мне к лешему с потрохам? Но завтра утро всё сначала заплетать на острых пятнах. Не дотрогу нить, чтоб кому-то полегчало, да разреши, пожалуй, Я сумел бы всё напасть. Объяснить тем, кто мукой, да не мукою, все приметы Засыпает, засыпает на ходу. Слёзы с луком, ведь подать рукой, И погладишь в небе свою заново рождённую звезду. Ту, что рядом, ту, что выше, чем на колокольне звонки звук, Да где он, всё темно, ясным взглядом ближе, ближе. Глянь в окно, да вот оно рассыпано твое зерно. Выше окон, выше крыши, ну чего ты ждёшь? Иди, смелее, иди, ещё, ещё, чтобы высоко, ближе, ближе. Да вот ещё теплее ты всё будешь, как горечь. Я боюсь, что там не слышно ничего. Почему? Ну давай поговорим ещё о чём. Я не петь-то ещё потом могу. Да, 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 да. Тут плохо петь, просто я не чувствую, микрофон я не чувствую. Ладно, нормально. Вот. Ну что ещё? Теперь послушай. Понимаешь, вот если вернуться к... Вот странно, ты вообще себя... Я, в общем-то, уже понял, что ты себя не ощущаешь внутри этой такой банды рок-музыкантов. Ты скорее себя ощущаешь... Ну, да, пожалуй. Как бы пришли. Ну почему пришли-то? Нет, просто я... Многие игры для меня, кажется, очень странные. А многие странные, кажется, просто игры. А что тебе кажется, в этой стране вообще это возможно? Ну что именно, именно рок-то в тех формах рок-н-ролла, блюза, понимаешь? Нет, мы должны вырасти на них, мы должны на них вырасти. Понимаешь, мы любим, то всё равно немножко другое, понимаешь? Так или иначе. Это естественно. Поэтому мы должны петь, еще раз говорю, о том, что мы любим. Но при условии, что время-то, понимаешь, у нас, собственно... Время не кончается за границами нашей Родины, скажем так. Время-то, планета у нас одна, понимаешь? И на ней одно и то же время везде, несмотря на часовые пояса. Везде один и тот же весят, по сути дела. То есть, надо, понимаешь, как-то сочетать это естественным образом. То есть, ни одна крайность никогда не выживет, понимаешь? Надо обязательно сочетать две позиции, как-то не иначе, понимаешь? Самый жилый голос был Высоцкий. Понимаешь, для меня как... Понимаешь, для меня... А что такое рокер? А что такое рокер? За что я люблю западную музыку? То, что она честная, понимаешь? То, что она честно поет о своих проблемах, понимаешь? О своих, там, надеждах, о своей любви, понимаешь? За что я ее и люблю, понимаешь? И за что я готов любить и буду любить ту музыку, которая будет сегодня, которая возникнет завтра, послезавтра, понимаешь? Если она будет такой, если она будет честная, петь о своей любви, о своих проблемах, о своих формах, понимаешь? Это и есть, в общем-то, такая национальная музыка. Да, понимаешь? Даже когда честно, ты не национальная. Да, конечно, конечно. Тут не нужно заботиться о форме. Формы сами тебя найдут. Форму сами найдут в содержании. Было бы содержание, а формы придут. А вот бывает наоборот. То есть бывает пустую, а ты, понимаешь? Понимаешь, если разлить молоко, допустим, то куда бы его ни вылил, оно все равно так или иначе приобретет какую-то форму. Так или иначе, то есть оно не может существовать мне формы. А вот пустой кувшин может существовать, понимаешь? Да, вот, знаешь, я просто встречал, допустим, таких людей, которые играют милые, которые стали играть милые, когда они еще не слышали милые. Забавная такая ситуация. Понимаешь? Нет, ну, видишь ли, это тут ни о чем не говорить, понимаешь? Просто они начали играть милые, потому что они чисто логически поняли, понимаешь, каким образом, в какое русло западная музыка, понимаешь? Ну, это как бы вопрос, ну, такой, что ведь они же могут существовать и на этих формах, если честно. Ну, а в этих формах, как правило, видишь, могут, я не спорю, пожалуйста, дайте, покажите, но ведь этого не происходит, понимаешь, о чем речь. И, естественно, дело отсюда было, что в этих формах наше задержание не держится. То есть нужна какая-то принципиальная форма русская? Не принципиально русская, нет, это не принципиально, то есть, ну как, это настолько же принципиально, насколько и нет. То есть тут не может быть какой-то абсолютной точки зрения, понимаешь, что вот я сейчас скажу, давайте откажемся от тех форм, будем культивировать свое. Это, безусловно, бред. Мы должны это сочетать, понимаешь? И только так. Только так. Здесь, мне кажется, уяснить, понимаешь, то есть они нас опередили, скажем так, то есть, да, безусловно, там, на многие годы опередили, потому что дух времени там, собственно, его легче каким-то образом, ну, как его... Публиковать. Да, вот, понимаешь, словить это слово, понимаешь, скажем так, вот, слово времени, понимаешь, время говорит свое слово, там ему легче словить, понимаешь, и назвать его как-то так, и глядя, дать ему какую-то форму, понимаешь, там это легче, безусловно, понимаешь, и, значит, они дух времени поймали верно. Этот дух времени не может, так сказать, нас не касаться, конечно, нас касается, но они-то словили его в своих формах, нам надо тот же самый дух времени, понимаешь, словить просто в своих формах. Время у них другое, и дух их времени – это не дух нашего времени. Ну почему? Я думаю, это не совсем верно. Мы живем, понимаешь, как тебе сказать, это огромная страна, понимаешь, она один, как, ну, спорить о том, что, значит, время сейчас не имеет смысла, но все-таки в этой комнате один дух, понимаешь? Если она заперта, дух становится еще более терпким, понимаешь? И если мы откроем двери и окна, тогда дух этой комнаты станет духом улицы или пространства вокруг дома. Но пока это пространство спертое, и дух здесь спертое, дух становится еще более терпким, понимаешь? А когда я начинаю кричать здесь? Я не знаю, как я открываю вот твой он трот. Тогда рождается то, что ты говоришь, и мой рот начинает открываться по моему. Ну правильно, все правильно. Но и там, иначе, и там, и там воздух все равно, понимаешь? Любой дух замерзан на воздухе. Вот я о чем говорил о воздухе. Я имел в виду дух времени, это как воздух, это как пульс, планеты, понимаешь? Это же так, понимаешь? Понимаешь, здесь, когда, я не знаю, может быть, одни ищут красоту, понимаешь? И любовь свою рассказывают через красоту. То есть он, ведь, ты знаешь, вдруг разрушить образ, и тогда окажется, что кувши... Ну тут спорно, понимаешь? То есть я высказал только свою точку зрения, да? Нет, это какая любовь, понимаешь? Все, как себя представляет любовь, жизнь, у всех свои комплексы, свои проблемы, там, личные, там, детство трудное, легкое. Это все другое дело. Каждый индивидуален, понимаешь? Я к тому, что если говорить о каких-то принципах все-таки, понимаешь? Очень просто, понимаешь? Зачем ты играешь музыку регги? Ты живешь в Норильске, понимаешь? Если ты играешь музыку регги, так ты давай, снимай с себя тулуп, понимаешь? Ты ходи в набедренной повязке в Норильске, понимаешь? Ты должен спеть, прожить песню, не просто ее спеть, ты должен ее проживать всякий раз, понимаешь? И если ты играешь ее, понимаешь, в парусиновой шляпе, понимаешь? Ты ходи в парусиновой шляпе по снегу, по тайге, никто же не пойдет. А раз не пойдет, значит, вот надо петь песню ушаночки все-таки, понимаешь? и вот этого тулупчика, понимаешь, и вот этого мекина, скажем так. Так или иначе, понимаешь, ты не должен делить себя на песню и на себя, понимаешь, то есть это естество, это не искусство, это естество, вот в чем любой, тот же рок, понимаешь, та же там, те или иные стихи, понимаешь, то есть для меня вот это критерий, понимаешь, скажем так. Понимаешь, это должно быть частью тебя, частью тебя, а эти части тебя, они должны быть совершенно органичными, друг к другу относиться. Ты не можешь в себя внедрить некое инородное тело, потому что как бы ты не хотел, как бы оно тебе не нравилось. Не получится. Я, может быть, хотел, чтобы у меня вырос хвост, но у меня он не вырастет. Хотя мне, может быть, хотелось бы хвостом отгонять назойливых мух. Ну, скажем так, было бы очень удобно. Ну, это так. Может, не самый удачный образ. Нормально. Я просто предстояду, чтобы меня вырос. Очень просто все на самом деле. Понимаешь, очень просто. Это очень просто и одновременно очень сложно, конечно. Кто-то, видимо, опять рванет вперед, кто-то покажет какую-то форму новую, естественно. Кто-то будет в ней работать, кто-то будет ее рвать, драть. Но это само все придет, в общем-то. И тут особенно так мы не должны форсировать, наверное, все-таки. Ну, как же, опять же, то есть… Понимаешь, истина никогда не лежит между двумя, между двумя этими самыми противоположными точками зрения. Между ними лежит проблема, понимаешь? А обе точки зрения, они всегда истинны. Понимаешь, о чем речь? То есть нет одной истины. Всегда существуют две противоположные друг другу истины. И каждая из них абсолютно верна по-своему. А между ними не-истина, то есть истина уже посредине, это вздор. Между ними проблема. И как только ты решаешь эту проблему, эти две истины, так сказать, примеряются естественным образом, то есть единства противоположностей, и этой проблеме сознательно возникает контр-проблема. И между ними опять неистина, потому что эти и это проблема, и контр-подроблема. То есть это самое… две истины, и они есть ważne. Сами по себе. Между ними опять проблема. Так что, говоря, утверждает то или иное положение, мы просто должны помнить о том, что существует контр Истина, которая безусловно важна. И когда я говорю, что мы не должны, скажем, форсировать намеренно, искать свою новую форму искусственным образом. Это правильно. Также правильно и то, что мы должны действительно вести поиск, постоянно работать, 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 слушать свою душу. И когда мы говорим о том, что мы должны на национальной основе что-то делать, это так же верно, как и то, что мы не должны... Почему я, например, русский человек, скажем так, и почему я терпеть не могу славянофилов. Просто любая славянофилия предполагает какую-то фобию, понимаешь? Так или иначе. А я не в состоянии мириться ни с какой фобией. Я в нем нет никакой фобии, пожалуй. Такой прям откровенной. Вот. Тоже самое. Просто надо учитывать вот эти две вещи между ними и решать проблему, которая находится между ними. И все. Очень просто найти твои формы. Найди содержание сначала. Еще одна мучается проблема формы. Сашка, а скажи, а ты как, как вообще ты вот произошел? Ты можешь рассказать вот это такой какой-то вопрос, может быть, ну такой как бы к финалу? Так это произошел? Ну вот как-то, вот так просто, он не этнографического содержания. Ну, он поднялась мать отец. Нет, это я, что ты как-то произошел. Вот. Ну понятно, да, да. Я не знаю, как его точно сформулировать, чтобы он не звучал. Ну и ясно. Откуда, почему я решил писать песни, да, или что? Ну вот как это случилось? Случилось. Это не просто. Ведь сейчас ты, допустим, не живешь в Череповце, а бродишь по России каким-то образом. И это вообще связано с образом жизни твоей. Ну да. Я вот спросил одного человека, что такое рок? Он говорит, что рок – это образ жизни. Да, ну это вы же самое что-то говорили. Надо прожить песню, понимаешь? Прожить песню. Ну что же это самое? Это и вот эти люди, эти группы, которые я вижу там на сценах. Потому что я им не верю, я не верю им просто. Я знаю, что они другие. Они в любом случае другие. Они в любом случае играют, понимаешь? И вопрос в том, что кому нужна эта игра и нужна ли она вообще, понимаешь? В принципе, зачем играть в другого человека, ты можешь играть в себя. А если… А в себя, а в себя так же смеленький, ты мелкий, понимаешь? Хочется играть в крупного. В себя ты начнешь играть, а ты мелкий, ты никому не нужен, понимаешь? У тебя душа-то мелкая. Ты будь добр, пойди поработай своей душой, понимаешь? Поработай. Пускай она вырастет твоя душа, так, понимаешь, окрепнет. Когда она выросла, тогда и шагай, понимаешь, и пой. А раз ты мелкий, то нечего родиться в чужие одежды. Это все равно ни к чему не приведет, понимаешь? Такого же мелкого, как ты, ты не поднимешь, а человек, который крупнее тебя, он, собственно, просто-напросто ему будет неинтересно видеть тебя. То есть это бессмысленно. Это обречено. А почему человек начинает сочнять песни, я полагаюсь, только потому что, то есть, когда он живет, живет, и вдруг понимает, что ему хотелось бы слышать такие песни, которых нет. То есть он, ну, почему же нет таких песен, я хотел бы слышать. Или, допустим, видеть такие картины, там, и смотреть такой спектакль. И он думает, почему же никто до сих пор его не сделает. А потом думает, а почему бы мне этого не сделать, смогу я или нет, в общем-то. И пытается так или иначе. И надо трезво себя просто трезво понимать, можешь ты или нет. Если не можешь, найди в себе силу. Это гораздо сложнее. Вот у тебя душа вырастет в тот момент, когда ты поймешь, что тебе это еще просто не стоит делать. Ты тебе просто надо работать с собой, там, я не говорю, читать книжки. Дело не совсем не в этом. Надо просто понять, что кем ты должен быть. У тебя просто жить, будь хорошим, добрым человеком, быть честным по отношению ко всем своим близким, знакомым, никого не ненавидеть, никого не судить, никому, в общем-то так. То есть не лезть намеренно в драку первым, никого не толкать. В общем, все. Это главное. Это очень просто. То есть, по сути дела, несколько заповедить. Понимать? Понимаешь, о чем речь? Когда ты любишь, я не говорю женщину конкретную. Всем известно, что у человека возникают крылья, когда он влюбляется. Вот он влюбился, у него возникнут крылья, так выросли на две на три недели. Потом там что-то его быт заел. Ладно. То есть, когда ты любишь, если ты любишь постоянно, с утра до вечера, после каждой секунды, ты любишь то все, что вокруг тебя. Понимаешь? Все буквально ты любишь. Или ненавидишь. Всю любовь. Это осознанное чувство. Понимаешь? Совершенно осознанное, но это чувство совершенно нерациональное. Это просто любовь. Это просто то, что дает тебе счастье, дает тебе силы жить, дает тебе силы радоваться, видеть во всех друзей по сути дела. Понимаешь? И быть нормальным, открытым, честным человеком, понимаешь, и все, понимаешь, это единственная вещь, которая с тобой, тебе должно быть стыдно делать дурные поступки, понимаешь, потому что она же с тобой всегда, как же ты можешь ее обманывать, понимаешь, как же ты можешь водку пить, понимаешь, глушить в себе жизнь, в общем-то, например, понимаешь, я не говорю, там, можно, конечно, выпить, там, с друзьями, это все не то, я имею в виду, когда ты глушишь в себе талант, глушишь в себе то, что у тебя там болит, тебя беспокоит, понимаешь, ты боишься понять то, что в тебе болит, боишься это почувствовать. Боишься, что это справится с собой. Душа-то болит, душа-то тебе говорит, давай шагай, что ты сидишь в своем окопе, все в атаку идут. Это болит душа. Душа чувствует, что она не на месте, что ей надо найти свое место. А ты ее глушишь так или иначе, не слышишь, она все равно от тебя не уйдет, все равно в конце концов раскаешься. Но дай Бог, чтобы это не было поздно, потому что это трагедия. Ну вот, если ты вовремя не услышишь свою душу. Вот. Понимаешь, главное услышать ее. И понять, что она тебе стоит. И быть честным перед ней. То есть перед ней. Ну у тебя душа, просто любовь над тобой. Как же, должно быть стыдно просто. Понимаешь, жизнь ведешь стыдом просто. Понимаешь, я не могу, я не могу, в общем, делать дурные поступки. Может быть, мне приходится, но это нечаянно, наверное, все-таки получается, чаще всего. Потому что мне сознательно, мне стыдно делать то или иное, те или иные вещи, которые я делал до сих пор. Просто стыдно должно быть. Вот и все. Если всем станет стыдно, хочешь перекурить, пойдем перекурим. Потом перекурим, потом еще подумаем. Все, все, запись. Ключи уже, Андрюш? Нормально. Понимаешь, вот, я думаю, такую вещь, что, понимаешь, все-таки ты как-то очень слышишь свет. Это такое счастье, связанное с тем... Но этого нужно добиться, это не дается само, понимаешь? Это никому не дается само. Едва ли это какое-то, понимаешь, так или иначе. Кому-то может быть легче, быстрее кто-то проходит такой путь в своей жизни. Кто-то медленнее, естественно. А ты можешь... Да. Я могу, наверное, рассказать. А ты можешь представить себе, была ли в твоей жизни история? Или свет, может быть, история в будущем, и не боишься ли ты этого? Это такой вопрос, может, ты не имеющий. Прям, ну, он просто никак, когда это... Когда свет померкнет. Нет, такого не может быть. Еще раз говорю, это только от меня зависит, понимаешь? И я... Ты уверен, что ты его удержишь? Конечно, понимаешь, потому что иначе... Я, естественно, понимаешь, его удерживаю в своих руках, понимаешь? Естественно, потому что я только, собственно, этим и занимаюсь, понимаешь? И все мои песни, все мои поступки, они направлены только на то, чтобы удерживать его, понимаешь? И они с каждым днем должны быть действительно все более сильными, понимаешь? Потому что, чтобы удерживать, понимаешь? Тут не проедешь на легке, ну, с пустым разговором, понимаешь? Я не верю людям, тем, кто не страдал, понимаешь? И даже те, кто очень страдал, понимаешь, еще весь вопрос в том, что... Кровь-то она, понимаешь, либо льется напрасно, либо нет. То есть, если у нас человек льется, как с гуся вода, даже собственная кровь с тебя льется, как с гуся вода, все. Потому что ты ничего не понял в этой жизни, ты не извлек урока из этого, понимаешь? Тебе страдание бессмысленное, а тем более чужое страдание, понимаешь? Все только через страдание, естественное, естественное. Душа, когда душа болит, значит она работает, понимаешь? Объясни, вот я люблю от того, что болит, или это болит от того, что люблю, если какая-то есть. Невозможно объяснить, потому что это одно и то же. Понимаешь? И это и есть работа души. Душа только таким образом расширяется. То есть расширяется, скажем, растет, становится сильнее. Только так. А музыка – это работа души, и стихи – это работа души, и жизнь – это работа души. Тут надо просто это всегда понимать. Ничего случайного в этом мире нет. Ничего. И ничего не проходит зря и бесследно. Пусть сознательно, пусть бессознательно, но если ты на верном пути к цели. Понимаешь? Не важно, ты понимаешь то, что ты исповедуешь, то есть ведаешь ты то, что исповедуешь, или не ведаешь, но все равно исповедуешь. Это не так важно. Всегда виден человек, у которого душа на месте, скажем так, у которого душа работает, и он не обязательно осознательно рациональным уровнем, не обязательно головой постигает то, что он делает, то есть там на своем рабочем месте, скажем, где бы то ни было – сцена, или цех, или пашня, понимаешь, или все что угодно. Вот. Но, если, понимаешь, у каждой цели есть великий соблазн, понимаешь? То есть, обязательно у каждой цели есть свойство, основное свойство любой цели, любое движение к цели превратиться в самоцель, понимаешь? То есть, когда средство, просто цель, чтобы превратилась в средство, понимаешь? Достижение совершенно иной цели. Вот. Это и есть спекуляция. А две истины, ты говоришь, о двух истинных. А свет и тьма – это не две истины? Да, две истины, пожалуйста, конечно. Но я о чем и говорю, понимаешь? Что такое свет и тьма? Как тут вообще легко можно разобраться, понимаешь? То все, что впереди тебя – это всегда свет, понимаешь? Вот. Но, понимаешь, дорогу к свету, какую бы ты себе не наметил, понимаешь, она обязательно будет состоять так или иначе… То есть, ты сначала пройдешь через тьму, понимаешь, половину пути, потом ты получишь ровно столько же света, понимаешь? Иначе никак. Человек не расплачивается, ни за что совершенно. То есть, не бывает то, что человек что-то получил в дар, понимаешь, а потом ему за это приходится рассчитываться, расплачиваться, отрабатывать. Ничего подобного. То, что человек получил – это заработано. Потому что человек ничего не получает незаработанного – авансом в долг, понимаешь? Ничего. Понимаешь? Тема – она всегда сзади, понимаешь? Если ты обернешься, сзади всегда будет тьма, понимаешь? А впереди всегда будет свет. И вот если ты дошел до этого места, к свету, значит, это самое… Понимаешь, о чем речь? И вот если ты… То место, по которому ты идешь, она всегда тьма, понимаешь? Свет всегда впереди, то есть ты никогда не проходишься в свете. Прямо граница, прям по твоим ногам проходит граница. Если ты шагнул, ты сразу шагнул во тьму. Но одновременно ты ее и одолел. Понимаешь, о чем речь? И ты болит у тебя. Очень просто. Тень всегда сзади. Главное не оборачиваться. Почему любой удар, ты должен принимать только великий дар? Потому что иначе я не могу жить теперь. Не могу. Потому что если меня что-то ударило, я знаю, что это удар в судьбу, удар в спину всегда. Важно понять, для чего нужна эта жертва Потеря близкого человека Или потеря чего угодно Кроме самого главного Нитки, которая тебя ведет Которую ты держишь к свету Кроме этого Ты не потеряешь это Потому что если ты чувствуешь, ты не потеряешь Это невозможно Пока ты живешь, пока ты любишь, пока ты чувствуешь Невозможно потерять Невозможно, если душа работает Невозможно, это закон А любой удар тебе в спину И не нужно оборачиваться Не нужно выяснять свои счеты Кто там, что тебя ударило Я имею в виду, что умирает у тебя кто-то Не нужно, не стоит Ты обернешься, а там тьма Опять ты вернулся к себе, к прежнему Любой отрезок пути, который бы ты не прошел Который тебе не казался светом Раз ты его прошел, значит там уже все равно Он превращается в темный автоматически Ты отбрасываешь тень назад Не нужно понять, зачем это тебе Это дар, любой удар Раз тебя сильнее бьет, значит тебе дается возможность Больше пройти, дальше пройти Все больше сил набраться Потому что впереди будут все более и более крутые барьеры Не будет так, что меньше У тебя же сил больше В том, что парадокс такой работает Что со сложной задачей всегда легче справиться Чем с легкой В общем-то, понимаешь Тут включаются какие-то Это же парадоксальная вещь А если ты не сделаешь А если ты собьешься с курса Ты придешь на это же место Ты вернешься по кругу Как только цель замыкается на сама цель Превращается в средство Ты сразу идешь уже не вперед А в бог, куда угодно Даже не назад, но в бог И ты все равно сделаешь круг И ты все равно вернешься на это же самое место В другой ситуации, естественно С другими, может быть, людьми Не обязательно даже В общем вернешься И обязательно все равно Будешь пытаться эту задачу решить То есть вот этот барьер Какой-то порог, понимаешь Перед тобой встал И ты его насилил То есть тебе показалось Что удобнее будет свернуть Понимаешь, чуть-чуть Или просто ты не понял Что это порог И что вот ты не понял своего пути Ну вернешься, короче говоря Понимаешь, будешь убить вперед Будешь Это безусловно Потому что душа тебя все равно ведет За руку Она тебя ведет Но ты иногда не понимаешь Куда она тебя ведет И чуть сворачиваешь Там это ничего Можно Это ничего Это милосердие Понимаешь, то есть Ты ничего, кроме того Что ты сам себе придумал То есть что-то сам себе Как себя сам наказал Ничего, кроме этого Не получится, понимаешь Никто тебя не накажет больше Вся темна сила сзади Понимаешь, то есть Какая темна сила Темна сила общения То есть все в тебе Понимаешь Если ты струсил где-то там Что-то обошел Понимаешь Ты все сюда вернешься Только ты сам себя наказал Другие-то вперед идут Понимаешь, ты просто отстал От себя там От того, где ты мог быть Но это с каждым Никто не идет Это смешно полагать Что это вот прям так идет По прямой дороженьке Ничего под такой нет Но все-таки Речь о том Что по крайней мере Пятлять, но хоть назад Не возвращаться Понимаешь Потому что если ты вернешься назад И снова осваиваться Это очень трудно Второй раз По одному и тому же Месту отретье, а пятый Это же скучно И это главное Понимаешь А если любую боль А когда как-то человек Начинает чувствовать в себе боль Где-то Когда он начинает Сознательную жизнь Понимаешь Он сразу же Начнет бояться Этой боли Понимаешь Вот это талант Понимаешь Талант там в нем режется То есть Зубы-то скажем Режутся у него Душа там в нем режется Понимаешь Для того чтобы Прорвать себя И ощутить себя Частью целого Понимаешь Не ощутить себя Даже личностью Потому что Личностью почти Каждый себя уже ощущает По сути Мы уже так так и прошли Это человечество Единым гуртом Дошло до этого рубежа Но надо ощутить себя Надо чтобы Себя начерневшая Рванулась И ты тут понял Что ты часть целого Понимаешь Часть всего Всего что в этом мире есть Понимаешь И все это ты То есть по формуле Я плюс все Каждый центр Понимаешь Не то что ты там слился Понимаешь Не солярис Каждый центр Каждый центр Каждый совершенно Индивидуальный центр Совершенно неповторимый Его душа Не важно Как он выглядит Что он носит И какие там в нем Что там в нем нанесло И что там в нем От плоти Что от духа То есть Ну это уже В каждом Своя комбинация Понимаешь Чем больше в тебе души Тем меньше Тебя будет Плотишь То есть ты ее Не укращаешь Ни в коем случае Не смиряешь Она просто превращается Из рога в союзника Понимаешь Как твоя голова По стати дела Понимаешь Она просто превратится В союзника Понимаешь Она мешает Понять душу Понимаешь Но когда душа все-таки Обуздает ее Понимаешь Все Укротит ее Скажет Понимаешь Голова сразу же Так помогает Вот А до тех пор мешает И вот поэтому Человек начинает бухать Там Заниматься черт значим Ну понимаешь Лишь бы эту боль заложить Спрятаться от нее Уйти куда угодно Уехать Понимаешь Почему от себя не убежишь Это всегда с тобой Естественно Это не праздник Который всегда с тобой До которого ты не доходишь Жанство является Почему? Она слагается Из Какой-то такой Она вот чем-то отличается В результате Она отличается От нашей жизни В то же время Она ее умещается В ткань Которую через Ну нет Вот ты Ты Фактически все Вот ведь Ты же как Ты же живешь Да Ты вот сейчас Рассказал Какое-то Движение Да А в этом движении Остаются Петенки Как бы они Этим движением Порождаются Ну да Конечно Так они не остаются Они цепляют Потому что они входят В чужие души И по крайней мере Стоять понял эту песню Значит он Значит у меня душа Расширилась Потому что если Это кто-то как Очень просто Песня перед тобой Ну наш скажем так И если ты захочешь ее понять Ты ее поймешь Понять другого человека Просто понимаешь А раз ты понял ее Значит у тебя просто Душа захватила это скажем пространство Грубо говоря И стала больше То есть душа-то растет Понимаешь А вот потом Когда рванет из тела Когда человек поймет Что он не просто индивидуальность Вот один человек Так сказать Вот данный Данность какая-то Вот на эту жизнь Понимаешь Себе вот такой вот формы Эти умрыть и умрыть Там И и подобное Вот когда он поймет Что он часть всего И что он Просто Еще один шаг То есть он совершает Еще один шаг В целой цепи шагов Великих Которые он совершил То есть идет Вместе со всеми Может быть обгоняя Всех может быть Чуть-чуть отставая Но так или иначе Понимаешь Когда сейчас еще не получится Так что отставать и помять Сейчас только обгоняющие Понимаешь Но так или иначе Ты поймешь Что ты все И все рвало Что ты часть всего Понимаешь Часть всего И что все будет хорошо Я собственно Вот об этом пою И буду петь Все будет хорошо Все будет Только ты Не вреди себе сам Понимаешь Живи Работай Не думай Что проедешь на листе Понимаешь На конночках Что тебя лист довезет Это все информация То есть Я Зачем Можно говорить Совершенно спокойно То есть Если ты это сам пережил Перестрадал Тот или иной кусок Своей души Понимаешь То Тогда человек поймет Понимаешь О чем идет речь А если не перестрадал То можно принять к сведению Решить Что ты что-то понял Но это будет просто информация Даже если ты понял На самом деле все Понимаешь Можно какие-то механизмы Можно даже рассказывать Какие-то механизмы Понимаешь Но это будет только информация Которая конечно помогает Конечно она чистит Это просто чистит глаза Понимаешь Твои физические По сути органы Что ты Не только Чувствуешь этот свет А просто видишь его Ясни Но все равно Тебе надо идти Ты должен топать Понимаешь Ни один лифт Никогда никого не кушать Никогда не довез Сомнится То есть Представится вопрос так Знаем ли мы истину Чяжкий путь познания Который нам предстоит пройти Понимаешь То есть в принципе Каждый из нас Изначально знает эту истину Понимаешь Эта истину знает душа Понимаешь Она пытается ее сообщить тебе Каждый день С утра до вечера Понимаешь А ты ее должен слушать Если будешь слушать Она тебе все скажет Все подскажет Все даст Понимаешь Дай тебе все силы Любовью Понимаешь Любовью Твоей же любовью Ты будешь отдавать ей И чем больше ты отдаешь Чем больше тебе даваться Для того чтобы ты больше отдавал Естественно Она тебе пытается сообщить Всеми путями Понимаете В том числе женщина Что такое женщина Женщина не человек Вообще не человек Женщина гораздо выше чем человек Гораздо выше Это еще один из языков Который С которым он с нами говорит Скажем Ну не будем называть Ну скажем Мировое душа Ну он господь Понимаешь Что просто язык Который нам Один из языков Один из самых Может быть его важных языков То есть он с нами говорит Приметами И всякими разными То есть все сообщает Ничего лишнего Рисунок на этой пачке сигарет Совершенно Кому-то он еще не очень-то Нужен и кому-то он Немного сыграет роль Тут как Каждая вещь Она просто настолько Многофункциональна Скажем так Потому что как Допустим песня Битл Сидишь ты Вечером слушаешь Песню Битл И ты Врубаешься В общем Что эта песня Написана именно Для этого вечера И не только для этого Чтобы с фоном быть А наименно об этом вечере В том как вкладывать Твои отношения С тем или иным человеком Понимаешь Вот прямо Ты разговариваешь с человеком Идет у вас беседа И песни Они прямо Совершенно точно Попадают в нерв Вашей беседы Понимаешь Так или иначе Вот как она Сюжет вашей беседы Понимаешь То есть Вот Это надо понять Что это действительно так И надо послушать Даже песни Надо даже Просто можно даже Не разговаривать А послушать Какие там будут дальше Песни И понять Чем у вас все кончится В принципе Если довериться этому Это будет так Но когда Битл Списали Естественно Не предполагали Ни тебя Не его Понимаешь Просто многофункциональности Просто тот потенциал Который еще раз Перевел Себя в кинетику Стал реальным Каким-то действом Понимаешь То есть Как все Что мы делаем По сути дела Есть идея Понимаешь Вот некое Содержание Понимаешь Есть форма Неоплодотворенная Неоплодотворенная Этим духом И мы просто Переводим это делаем Тоже из потенциала В кинетику Понимаешь Просто Из века в век Понимаешь С года в год Из дня в день Понимаешь Общую мировую идею Вот этого дела Понимаешь И все давным-давно Ну как Тут опять же Если говорить о программе Программированной или нет Детерминированной или нет Нет конечно Потому что Когда допустим Садятся играть в шахматы Понимаешь Люди Всем ясно Что игра Закончится Так или иначе Матом Допустим Если допустим Ты садишь играть С Каспаром Ясно Что он у тебя в игре Понимаешь То есть Ты проиграешь Это в любом случае То есть Это детерминированно Казалось бы Исход Да Результат Да Но Действительно Остаются подробности То есть Ты же там Сам уже решаешь И он решает Какой пешечкой сходить Понимаешь Так оно и есть А для того Чтобы игра состояла Для того То есть Для того Чтобы перевести Потенциал Скажем Есть шахматы Есть коробка Значит И мы должны сыграть То есть Это потенциал Вашей игры Перевели вы это все В форму И реализовали То есть Тот или иной Кусок потенциала Все Но для того Чтобы игра Шла Кто-то должен играть Белыми Кто-то черными То есть Нужны быть и черные Белые фигуры А то иначе Все перепутается Как же игра И поэтому Мы виноваты Перед тем Кому Кто вынужден быть Плохим Вот я Например Хороший Да Я считаю себя Хорошим Добрым Честным Умным Вроде Кука Понимаешь Все правильно Но кто-то Ведь и должен быть Плохим В таком случае Понимаешь Кто-то Иначе Как Если все будут Хорошие Это мы посмотрим Будет Со временем Это будет Тоже Дамно Страшно Это будет Но это Особенно Что мы виноваты Вот ты хороший Ты хороший Я хороший Они плохие Понимаешь Мы должны с ними играть И играть Так Чтоб сильнее Чем более сильнее Будет сильнее поступок Тем Понимаете Просто Должно работать Каждому работать Я не говорю Производить Конкретно Это тоже То есть Все что угодно Производить И работать Душой То есть Душа Производит Конечно Она какие-то вещи Песни Металл Зерно Конечно Она это все Производит Но факт То есть Она растет В общем-то Главное И Тут все Все разумное И действительное Действительно Разумное Да Вот так Мы живем И поэтому Очень бесит Когда люди Которым Дана возможность Понимаешь Они куда-то Все это В такую муру Понимаешь Все это Бусинить Какие-то там Какие-то песенки О роботах Каких-то Понимаешь Я не говорю О черновском Понимаешь В черновском Все в порядке Другое дело Это бессмысленно Бестыжно Собственно Спекуляция Понимаешь Они понимают Что они Они на месте Они буксуют Они себя тормозят Понимаешь Как они потом За это будут Раскаиваться Мне жаль Я их не злюсь Мне жалко За счет Относительно Всех Тех Кто Идет Вперед Надо понять А для этого Надо переболеть Это же не так просто Сиди сел Дай-ка я пойму Чем мне надо Заниматься В этой жизни Какую-нибудь Теперь надо музыку Играть Играть Или вообще Посидел За вечером Почесал Затемки Понял Ты не понял Надо перестрадать Это дело В себе Выносить Понять На своем месте Или нет Не можешь Ты все равно Не писать Песни Пусть они Даже плохие У тебя Получаются Напиши И пусть Будут плохие И успеха У тебя Никакого Не будет Ради успеха Ты это делаешь Ты пойми А для чего Ты это делаешь Ради баб Ради успеха Ради денег Что ли Ради чего Пусть будут плохие После плохих Пойдут хорошие Понимаешь Надо добиться Надо добиться Права Того Чтобы эта самая Душа Смогла Говориться С теми Чтобы душа Тебе Тоже самое Чтобы тебе Что-то было Дано Понимаешь Надо Это Сказать Надо показать Что у тебя Чистые руки Чтобы тебе Что-то Вложить Понимаешь О чем Речь Тебе Ничего Никто Не вложит Туда Потому что Душа Откажется Будет заставлять Вымыть эти руки И только потом Она тебе Что-то В них даст А ты Все Пытаешься Цапнуть Она не дает Значит Ты цапаешь Чужое Раз она тебе Своя Не дает Вот естественно Значит Ты берешь Чужое А чужое В твоих руках Никогда Не будет Живым Она сразу Мертвее Потому что Только в своих руках Только Часть Твоей души Ты можешь Нести Вот так Вперед Живым Живая вода А все Стоит Мертвая Вода Из чужих Рук Среды Будешь Где-то Там Черпать Вот Она тебя Сначала Научит Вымыть эти руки Что-то Понять Что-то Вымыть Ну Все Что угодно То есть Быть готовым К тому Что она тебе Должна Дать В этот раз Чтобы Ты Что-то Должен Пронести Что-то Должен Отработать Что-то Должен Реализовать Вот так И только Через Страдания Это же Очень Мучительно Осознать Вдруг Что Вроде Как Я Гитаристам У меня Ансамбль Там Банда Мы Там Играем У нас Название Есть И Нам Свистят И хлопают А потом Понять Что ты На самом Дерьмо В общем-то Еще Понять Это Не обидно Это Ни Коего Случа Не обидно Это Великая Честь Для Человека Понять Что Это Дерьмо Вот Только После Этого Продолжение следует Продолжение следует